Вот уже девятый раз в столице Чувашия вручают премию «Общественное признание». Было подано более ста заявок. Комиссия пришлась немало потрудиться, чтобы определить, чей вклад в развитие Чебоксар самый весомый. В итоге обладателями премии стали 20 человек и 12 организаций. 13 солистов, 2 инструменталиста и 50 певцов. Все они победители открытого городского вокального проекта «Дети поют гимн России». 12 июня на Красной площади состоялась его презентация. Автор Елена Мещерина. Победитель в номинации «Будущее делаем сегодня». Была такая идея через этот гимн показать, насколько красивый город Чебоксары, насколько прекрасно Чувашия. За это время все дети стали, как моя большая семья, мы друг друга полюбили. Не ждем никаких наград, похвал. Мы это делаем просто для людей. В этой же номинации отмечена юная шахматистка Аня Егошкина и певец Александр Долинский. Как отмечают организаторы, количество заявок растет с каждым годом, а проекты становятся интереснее и достойнее. И сегодня можно смело заявить, всех, кто принял участие, неважно, победителям или по росту участия, они являются гордостью нашего любимого города Чебоксары. Алексей Германов завоевал четыре золотые медали на чемпионате Европы по фитнес-аэробике и стал победителем премии «Общественное признание» в номинации «Спорт и личность». В этой же номинации отметили и организаторов зарядки, которые почти каждый день приходили на набережную Волги, чтобы показать жителям комплекс упражнений. «Общественное признание» также получила Анастасия Мамлина. В этом году она завоевала бронзу сурдолимпийских игр. «Были у меня много соперников. Было сложно. С 2011 года тренировалась. У меня цель – надо топивать следующие соревнования, первые места». «Настя вообще молодец, очень большой. Я очень горд за нее. Я горд не только за нее, но за себя, за Чувашскую республику, потому что мы смогли подготовить такого человека на такой уровень. Олимпийские игры – это конкуренция очень сильнейшая». Особое признание получили организаторы парад «Дошколят», который традиционно проходит накануне Дня Победы. В нем принимают участие 2000 детей. В числе победителей и организации, которые тоже вместе с горожанами участвуют в интересных проектах. Так, за создание инклюзивной детской площадки в новом городе наградили компанию «Искаче». С ее же помощью там работает фермерский рынок. «Тут, конечно же, большая ответственность и, наверное, какой-то большой аванс и реверанс в сторону нашей компании. Это для нас большая ответственность и дальше служить на благо городу». Признание получила Дом детского творчества Московского района за проект «Экопланета-21». 27 бригад в течение года проводят различные экологические акции. Елена Воробьева отмечает, что эта награда – заслуга всего коллектива, его воспитанников и родителей. «Самая большая честь в этом году, которую мы заслужили. Нам было прислано семь голубых елей. Это с Красной площади нашей столицы, нашей России, это города Москва. Это голубые ели. И именно воспитанники Дома детского творчества с родителями, с педагогами и общественностью города Чебоксары в этом году эти 10 голубых елей будут сажать на территории города Чебоксары». Аплодисментами зал встретил ветерана войны Алексея Яковлева. Ему достался специальный приз. Премия «Общественное признание» вручалась в девяти категориях. Главную награду в номинации «Я пишу и снимаю о городе» получила Татьяна Молокова, редактор национального телевидения. Мария Шоклева, Расиль Мухамедов, Республика. А в программу празднования Дня города Чебоксары внесли изменения. В этом году выступление пилотажной группы. Первый полет отменяется. Репетиция полетов над столичным заливом была запланирована на 19 августа. Показательные выступления ожидались 20 числа. Прилет пилотажной группы не согласовала Росавиация, поэтому шоу пришлось отменить.